добрый день господа и примкнувшие к ним дамы может быть вечер может утро не знаю что это будет но это инстаграм я олег иван ну и собственно говоря раз иван у нас у меня вискарный гость у меня же понимаете у меня гости делятся по напиткам поэтому мы с иваном будем кое-что пить но на этот раз дело в том что обычно мы с иваном пьем но либо дорогой виски либо не очень дорогой это первый выпуск поэтому давай что-то а сегодня у нас джон хантер господа напиток спиртовой крепкий джон хантер белый мед от внимание от оао пинский винодельческий завод давайте почитаем состав вообще в магазине вышел счета в магазине на этикетке пишут что это написки висковые понимаете а давайте почитаем джон хантер первая коллекция медов мировых вкусов произведенная по авторским рецептурам на одном из старейших заводов беларуси оказывается пинский завод старейший ну ладно купаж природных ингредиентов и высоких технологий превращают каждую бутылку данного напитка в уникальный продукт это они пишут на своей бутылке чтобы понимали друзья это стоит где-то 7 с половиной рублей белорусских то есть внутри доллара никого лан конечно да не 150 но пишут так как будто 300 но состав 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 чудо которое произведено по всем традициям на старейшем винодельческом заводе вода питьевая подготовленная спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья люкс так ну ладно пока пока это водяры отдает дистиллят кальвадосный стоп пинский винодельческий завод вы там охренели что это такое вы знаете что от чего болит голова от того что мешаешь ректификат с дистиллятом так вот спирт люкс это ректификат дистиллят кальвадосный это дистиллят добрый вечер похмелье на утро эта бутылка надо должна называться но кроме дистиллята кальвадосного здесь же есть еще сахар экстракт цветков липы о прикинь с медом причем липы с медом обязательно с медом ваня мы с тобой сегодня будем нюхать не зря коньячные взяли да ну просто не зря тюльпаны поставили на стол я чувствую больше не будет моим любимым напитком и внимание пищевая добавка краситель сахарный колер один простой то есть это наверно е 150 а я надеюсь что 150 а если это 150 б то досвидание если это 150 б это первое это а терпимость ну что иван ты готов открыть сей шедевр сколько выдержка на выдержка 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 ваня зависит от выдержки блогера который убегает на что зачем ты мне же оператор передает мне зачем на сколько там 8 рублей кому достать не он стоил 7 с чем-то рубасов ей я сейчас найду о напиток спиртной гребке джун хантер 7 рублей 39 копеек ура мне уже хочется что мы зайдите не беленькую иван я предоставляю тебе как вискарного блогеру открыть это я потом виноватым оказаться подписывайтесь у вани есть инстаграм я на него ссылку повешу вот он называется вайн виски энд вайн виски энд вайн в 18 18 вот короче я ссылку обязательно на ваню поверху кстати у меня тоже кстати у оператор передает назад улетевшую пробку на пластиковые фраз на изнутри это как говнище ну да вообще ну что овале лишь про выдержку говорю будешь искать ноте ванили в этом надо попробовать подожди можете нюхать давай понюхаем но но очень сладкий вот прям все и начался просто пать слушайте ребята не ну экстракт липы да вроде бы да ну что то есть такое ну слегка медовая херу я знаю запах есть как таковой просто проблема в том что со второй секунды начинает очень сильно просто пать спирт здесь на самом деле вот да вот ты пытаешься вынюхать что-то на самом деле спирт тяга забивает все но ну как бы есть что то есть есть спирт тяга и вот когда нос вроде чуть-чуть продышался в нем остается что-то еще отдаленно похоже на либо это мед на что-то медовый такой сладенько что либо это опилки от комода которые собственно говоря как я их называю плинтус да и гиги тоже отдает сладеньким чем-то с ванилькой знаешь на что на на сахар какой-то такой ненатуральный прожженный какой-то химоза жуткая это не карамель 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 по-другому пахнет я-то знаю как пахнет карамель это химозная хрень колер не колер пахнет по-другому я просто в других напитках его пил я знаю ребят у них еще вишни есть подожди сегодня в магазине видел что их там штук 7 наверное а не на одной полке стояло три а еще четыре ты сверху не заметил других я просто сказал давай медушку мне такое ощущение что это уже какой-то напиток чем-то ну смешанный чтобы это был замес вот такое ощущение что него там уже вот прям так у меня есть ощущение что знаешь кто-то купил недорогой вискарь а потом такой сказал сока туда слушайте но мы же не можем недорогой вискарь продавать про 7 рублей да что мы сделал давайте мы туда суррогата проблю еще нальем литра три и размешаем и будем поддерживать по 7 какой-то компот напоминает какой компот ваня это плинтус сука замоченный в водке не ну подожди подожди хоть что-то там и есть я пытаюсь спасти этот напиток подожди не торопись я не пытаюсь давай пробу пробовать потому что внизу там спирта вообще литра с нами до свидания сука я зачем-то решил прополоскать это было зря вот на эту запись надо было ставить сыр колбасу не надо не надо мне не белый уже не туда оператор но мы же больше пить и будет поэтому перекусить нормально надо еще блогеры должны страдать ваня а я тут причем а у тебя есть блог в инстаграме не тренди как минимум еще по одной ладно на типа больше но даже вискарник терпи напоминает чем-то плохую водку когда ты выпиваешь себя начинает вот именно вкусовые такие рецепторы просто выкручивать ребят давайте будем честно я выпил это говнище мир слеза просто пила я сука сколько привык пил оператор по его не не даст соврать они как бы присутствуют часто при записях даже когда я один в кадре они видят но я вам честно хочу сказать последний раз вот я так страдал я не выкладывал на youtube это это была старка от сука я до сих пор помню название этого финнодельщикового завода феникс будем проклят потому что реально когда ты его выпиваешь такое чувство что тебя сожгли и тебя приходится восставать из пепла вот такая жесть вот это вот похоже вот на этот сука феникс говно мой вердикт говно после первой но может первая не зашла я не знаю просто что это говно или не говно скажи это слово не не согласен а что это говнище а вот а ребята давайте мы его сейчас мы бухнем вылечили по жесткому я давай уже отдельный обзор я уже сам пей 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 о ой говно друзья это же говнище так короче я вам честно скажу это говнище моя оценка этой хрени полтора полтора потому что может быть слева нюхаться какой-то запах чуть-чуть есть химозные вопросов нету так у нас появились вот эти два бокала мы уберем это пахнет говном ребят то фигня пахнет она если спиртом с отдаленным запахом чего-то еще во вкусе это просто ужасно ужасно про один балл все сейчас мы с иваном будем лечиться благо там было 40 здесь 59.1 знаете в чем плюс я люблю сниматься вот в этой локации снимаем мы иногда в разных но часто здесь эта локация на самом деле это ванина дача да и я большое спасибо ему что мы сюда приезжаем а второе поскольку ваня вискарный блогер здесь до хренище односолодов и вот есть октамор у нас недопитый и собственно говоря я предлагаю вами нам с тобой октамором смыть позор который был нанесен нам с тобой джонал хантером мы грехи юности я по чуть-чуть мы короче страдали да это награда за страдания сука которые мы вытерпели пирск пинский винодельческий завод вот честно вот я недавно писал в инстаграме я не выкладывал видос я писал обзор на водку воздух которая гомельского ликера водочного завода так вот на ней было до ней был лозунг пьешь как дышишь так вот я перефразирую эту фразу которую я написал им я скажу здесь вам чтоб вам дышалось так как нам пилось ваше говнище а твоему знакомому понравилось моему знакомому и вот это за новое до новых встреч за подписки лайки за за подписки на другие сети инстаграм и на инстаграм вани на мой инстаграм все до новых встреч спасибо еще раз а теперь кто морщика 60 градусов и лучше заходить